Квартира выгорела дотла. Оплавился даже потолок. От жара вылетели стекла. А вот линолеум, как ни странно, целеханек. Но жить здесь невозможно. С этим, однако, разобрались быстро. Администрация пошла навстречу и выделила мне однокомнатную квартиру на нашем же поселке, потому что ребенок у меня посещает развилковскую школу. И я очень просила, чтобы жилье находилось рядом, так как ребенок не в состоянии будет сам добираться. Но что делать с этой квартирой? Соседи недовольны и, скажем прямо, их понять можно. Любовь Ефимовна, к примеру, астматик. У нас идет этот запах. Постоянно он не идет, а он здесь присутствует. Мы постоянно открываем двери. Это даже зимой, морозно, холодно. Открываем балконы все и пытаемся как-то избавиться от этого. Но он не проходит. Чтобы запах прошел, нужен ремонт. Но на какие средства? Надежда одна воспитывает троих детей. С этой бедой она пришла к юристам. Здесь же, в развилке. И оказалось, выход есть. В данной ситуации гражданка имеет право обратиться с соответствующим заявлением в администрацию Ленинского муниципального района о проведении в ее квартире капитального ремонта. И в 30-дневный срок администрация обязана дать ответ на ее обращение. В беде также обещал помочь Олег Мурашов, представителю полномоченного по правам человека в Московской области по Ленинскому району. По данному обращению мной будет проведена соответствующая проверка. Я уточню все нюансы этого дела и со своей стороны постараюсь помочь на решении ее вопроса. Сегодня в этой юридической консультации надежда была не одна. У Тамары Ильиничной не пожар, а наоборот потоп. Сосед залил ее квартиру, а от последствий устранился. Он как бы где банкрот, я ничего не знаю. Прием длился три с половиной часа. В этот день со своими проблемами пришли 13 человек. Но бывает и больше, уверяют юристы. Помогают людям они бесплатно. В рамках проекта «Скорая юридическая помощь». За консультацией может обратиться каждый житель нашего района. О приеме узнавайте в администрации вашего поселения. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.